сегодня мы попытаемся как бы вот все эти кусочки которые на предыдущих лекциях разбирали отдельно разные аспекты иммунитета иммунного ответа собрать вместе и увидеть как разные типы клеток разные типы сигнальных молекул взаимодействуют усиливают друг друга регулируют друг друга для того чтобы обеспечить полноценный иммунный ответ и разберем это на примере наиболее хорошо изученного варианта иммунного ответа антивирусного иммунного ответа и тут мне сразу хочется напомнить вам о том что вирусы это не то же самое что бактерии вот обычно как бы интеллигентные люди в курсе и в курсе что да что антибиотики не помогают при лечении вирусных инфекций что вирус там это что бактерии это клетка хотя отличающиеся от наших эукариотических клеток а вирус это внеклеточная форма жизни но нам сейчас важен будет не этот аспект не аспект ответа вирусных бактериальных инфекций на лечение а особенности их биологии которые определяют различия в иммунном ответе на эти два типа инфекций и с этой точки зрения нам важно в вирусах не то что они внеклеточные формы жизни а то что они являются внутри клеточными паразитами вирус проникает внутрь вирус внутрь клетки и разрушает ее и симптомы вирусных инфекций каком-то смысле не специфичны то есть они совпадают с у самых разных вирусов если у самых разных заболеваний если при этом разрушается один и тот же тип клеток будут одни и те же симптомы у самых разных я имею ввиду разных с точки зрения вирусов да но недаром сказать есть такое обобщенное понятие орви да острое респираторное вирусное заболевание кашель сопли все вот это как раз такой тип инфекции будем разбирать сегодня вот а кто там именно из множества вирусов которые гнездятся могут гнездиться в носоглотке его вызвал обычно даже вопрос не ставятся вот более такой экзотический тоже жизненный пример вот есть гепатиты а и б до один из них вызывается днк вирусом второй рнк вирусом при этом без дополнительного анализа на тип вируса исключительно по первичным симптомом они почти не отличаются более того если у человека просто химическое какое-нибудь отравление которое разрушает клетки печени тоже первые симптомы желтуха острая боль в животе они тоже будут практически не отличимы от симптомов вирусного гепатита то есть специфичность симптомов вирусной инфекции связана просто со специфичностью функции тканей который вирус поражает понятно что если вирус поражает нервные ткани то это будет одни симптомы если вирус поражает желудок другие симптомы но для двух совершенно разных вирусов если они поражают желудок или для двух совершенно разных вирусов если они поражают носоглотку, симптомы будут очень похожи. В то же время бактерии, как правило, это внеклеточные паразиты. Как правило. То есть вирусы все внутриклеточные, они без этого просто никак не могут. Среди бактерий есть некоторое количество и внутриклеточных паразитов тоже, но относительно небольших. Как правило, бактерии это внеклеточные паразиты. И особенности симптомов бактериальных инфекций связаны как правило со свойствами токсинов, которые выделяют клетки болезнетворных бактерий. Самый типичный, характерный пример сильного токсина это холерный токсин. Это белок, который встраивается в мембраны клеток кишечника, нарушает их проницаемость, в результате чего организм начинает терять воду в качестве медицинского симптома это выглядит как сильнейший понос, приводящий, если лечить, к обезвоживанию смерти в течение нескольких часов. Другие токсины, например, токсин дифтерии, действуют иначе. Он проникает в клетки, нарушает в них синтез белка, поскольку дифтерийная палочка живет в основном в верхних дыхательных путях, то это приводит к проблемам с дыханием. Человек при дифтерии задыхается. Почему нам это важно? Потому что внутриклеточные и внеклеточные паразиты будут активировать разные типы иммунного ответа. Мы сейчас более детально поговорим именно об антивирусном иммунном ответе, но кое-что о антибактериальном я тоже скажу. Ну, скажем, принципиальным отличием является то, что, например, Т-клетки, Т-киллеры, они играют большую роль в антивирусном иммунном ответе, уничтожая клетки, зараженные вирусом, и не играют очень малую роль в антибактериальном иммунном ответе, потому что Т-клетки не способны распознать бактерии напрямую. В то же время антитела и б-клеточный иммунный ответ, антитела, играют огромную роль в распознавании бактерий, именно благодаря тому, что синтезируются антитела к тем или иным элементам бактериальных клеток, они оказываются облеплены иммуноглобулинами, и в таком виде их пожирают фагоциты. Такой небольшой пример различий. Пойдем дальше. Так, мы поговорим сначала о типичной вирусной инфекции, о том самом насморке, который, если его лечить, проходит за неделю, а если не лечить, то за 7 дней. Это типичная, неосложненная, легко протекающая вирусная инфекция, относительно легко протекающая вирусная инфекция, с которой организм справляется сам. Посмотрим, какие механизмы, собственно говоря, участвуют, в этом справляются сами. А во второй части, потом мы поговорим о иммунной памяти и о вакцинах, а третью часть посвятим разбору как бы особых случаев вирусной инфекции, когда организму оказывается сложно с ней справиться по тем или иным причинам, или когда она вызывает какие-то неожиданные последствия для иммунной системы, которые интересно проанализировать. Разумеется, это далеко не полный список возможных осложнений вирусных инфекций, и просто несколько таких характерных примеров, которые позволяют видеть, почему все не так радужно в реальной мире, как в первой части, где мы опишем такую полную безоговорочную победу организма над инфекцией. Итак, мы поговорим о вирусных инфекциях на примерах инфекции органов дыхания. Это те самые ОРВИ, ОРЗ, с которыми все так или иначе в своей жизни сталкивались. Самые разные вирусы вызывают эту группу заболеваний, и общее правило здесь такое, что чем выше находится инфекция, тем она безопаснее для организма. То есть, пока это ринит, воспаление полости носа, или ларингит, воспаление гортани, то есть это в виде симптомов у нас проявляется поток соплей и больное горло, это очень неприятно, но не опасно. Гораздо опасней, если инфекции удается проникнуть глубже, если поражаются транхеи и бронхи, тогда это, соответственно, трохиит и бронхит. Такое заболевание уже серьезно сказывается на дыхательных функциях. Ну и, наконец, самая тяжелая форма заболевания органов дыхания, это когда вирус проникает в легкие. Тогда развивается пневмония, и это уже серьезное, опасное заболевание, которое даже в наши дни может приводить к смерти. Причем зачастую от воспаления легких умирает, ну, что называется, крепкие, здоровые люди из Сирии, никогда бы не подумала. Поэтому задача иммунной системы в защите органов дыхания, постараться остановить инфекцию, локализовать ее, не дать ей проникнуть внутрь. В то же время совсем избежать инфекции в этой зоне невозможно в принципе. По двум причинам. Причина первая. Это часть, дыхательная полость постоянно соприкасается с внешней средой. Мы вдыхаем воздух, а воздух не стерилен. В нем летают споры бактерий, споры грибов, вирусные частицы и так далее. И поделать с этим ничего нельзя. Да, в общем-то, и не нужно. Второй вопрос, что у нас нет, у нас есть другие поверхности, которые тоже постоянно соприкасаются с внешним миром. Это кожа и это, например, поверхность органов пищеварения. Пища тоже поступает к нам из внешнего мира. И, ну, сейчас, конечно, мы любую пищу практически обрабатываем огнем. Мы можем считать ее условно стерильной, но так было далеко не всегда. Значительную часть, и все равно даже, так сказать, на поверхности самой приготовленной еды есть какие-то бактерии, вирусы, попавшие с того же воздуха. Но в случае кожи, кожа имеет плотную структуру, да, она состоит из множества слоев клеток, через еще и базальную мембрану, через которую так просто не проникнуть ни вирусам, ни бактериям. Кишечник, он, точнее, пищеварительная система, она более нежная, деликатная, но в ней есть целых два механизма дезинфекции, на самом деле даже больше, да, то есть в желудке наш пищевой комок обрабатывается кислотой и множеством ферментов, которые растворяют, конечно, прежде всего белки, присутствующие в пище, но параллельно обеззараживают ее, уничтожают большую часть вирусных и бактериальных частиц, которые там присутствуют. У легких, у дыхательной системы такой опции нет. Никакой, так сказать, кислоты здесь не выделяется, никаких дезинфицирующих, сильных дезинфицирующих жидкостей здесь быть не может, здесь очень тонкие, деликатные ткани, и между тем, вот особенно в легких, да, вот это тоненький эпителий, для того, чтобы мог, основные функции легкого газообмен, да, то есть что у нас кислород проникает здесь в кровь, а углекислый газ наоборот высвобождается из крови и возвращается в пузырек. И вот для того, чтобы этот газообмен происходил, здесь должен быть тоненький-тоненький слой всего из двух клеток, чтобы молекулы могли более или менее спокойно функционировать. И сделать его плотней, сделать его более защищенным, это значит лишить легкие их функции. То есть легкие изначально беззащитны. Когда инфекция добралась до легких, тут уже не так много чего нужно делать, поэтому, я же говорю, задача иммунной системы постараться ловить здесь раньше. Раньше есть варианты, раньше мы можем устроить воспаление и отек в горле, что неприятно, но не опасно. Отек в легких, это просто нарушает их функциональность. Во время ковида все, я думаю, мерили сатурацию, смотрели уровень кислорода в крови. Это первый признак отека легких, это снижение, быстрое снижение количества кислорода в крови. Сразу же нарушается функция. В случае соплей у нас еще здесь, присоединяя в случае носовой полости, у нас также начинают клетки активно секретировать слизь, те самые сопли, которые растворяют вирусные частицы, уменьшают вирусную нагрузку, выводят вирусные бактериальные частицы на ров и так далее. Но это, так сказать, элементарные, механические почти что способы борьбы с инфекцией. А что же у нас все-таки происходит на уровне иммунной системы? Опять же, на всякий случай напомню, как у нас выглядит жизненный цикл вируса. То есть частица вируса состоит из белковой оболочки, внутри которой находится нуклеиновая кислота, либо ДНК, либо РНК. Вирус связывается с определенным белком на поверхности клетки, причем у каждого вируса это свой особенный белок или группа белков, на которые он способен налипнуть. Это определяет вирусный тропизм, определяет, какие клетки вирус может заразить, а какие нет. То есть на каждой клетке есть свой набор белков на поверхности, и, соответственно, каждый вирус поражает какую-то группу клеток, которые синтезируют определенные рецепторы, например. После того, как вирус связался с этим белком на поверхности, он проникает внутрь клетки, там происходит распаковка капсулы. Если это ДНК вирус, то напрямую его ДНК копируется во множество новых ДНК. Если РНК, то там есть дополнительный момент обратной транскрипции. И с этих генов считывается, с этой ДНК считывается вирусная РНК, которая служит инструкцией для сбора, для синтеза частиц, из которых потом собирается капсид. И вот уже у нас из клетки, разрушив ее, выходит вместо одной проникшей вирусной частицы десятки, сотни, тысячи новых вирусных частиц. Таким образом, если бы не иммунная система, то заражение вирусом происходило бы просто как цепная реакция, как ядерная цепная реакция. То есть одна зараженная клетка дает нам тысячу частиц, заражается тысячу клеток, дает нам миллион частиц и все. И все они умерли-умерли. Но, к счастью, этого не происходит, потому что этому препятствует наш иммунитет. Как же, что же здесь происходит? Начнем с самого первого шага. Вирус проник в клетку. Вы знаете, наверное, что есть страны, различные с точки зрения идеи обладания личным оружием. Есть страны, где считается, что только военные, полицейские, органы правопорядка в самом широком смысле имеют право обладать огнестрельным оружием, а гражданам обычным оно ни к чему. Их должна защищать полиция, армия и так далее, силовые структуры. А есть другие страны, главным примером является Соединенные Штаты Америки, где считается, что всякий вменяемый человек имеет право обладать оружием для самозащиты. Ну, скажем так, в социальном плане есть доводы в пользу обоих подходов, но наш организм пошел, можно сказать, по американскому пути. Хотя самыми вооруженными клетками у нас, конечно, являются иммунные клетки, и их арсенал мы уже отчасти изучали, и он по части, так сказать, борьбы с вторжениями, он просто грандиозен. Но некоторое оружие есть у всех клеток, что позволяет им, организму, начать защищать себя даже до того, как иммунный ответ проснулся. Этой первичной линией защиты является интерфероновый ответ. Еще раз, интерфероны синтезируются и в иммунных клетках. Более того, они главным образом синтезируются в иммунных клетках, чтобы было понимание. Но все остальные клетки в случае заражения вирусов тоже могут производить некоторое количество интерферона, и это первая линия защиты. Интерфероны были открыты очень интересно. В 1957 году в Лондоне ученые работали с мышками и заражали их вирусами. И почему-то, скажите, у них было две группы мышей, одни из двух разных клеток, но одни и те же вроде бы мыши, одни заболевали вирусом, другие не заболевали. К счастью, ученые не забили такие странные результаты под ковер, а стали разбираться, что же происходит, почему одна и та же линия мышей, одни и те же условия содержания и так далее. И оказалось, что те мыши, которые не заболевали, уже были больны. Они уже были заражены другой вирусной инфекцией. И эта вирусная инфекция работала по принципу, кто первый стал, того и тапки. То есть первая вирусная инфекция мешала мышам, мешала клеткам мышей, делала их менее восприимчивым к новой вирусной инфекции. Это явление антагонизма вирусов назвали интерференцией. Оказывается, что если вводить в организм два вируса с интервалом не более 24 часов, то первичная инфекция мешает развитию вторичной. Но цель здесь, конечно, не в том, чтобы изначально этот механизм вырабатывался не для того, чтобы помочь вирусам конкурировать друг с другом, а изначально это механизм антивирусной защиты. Просто, так сказать, вторичные вирусы попадают под раздачу этого антивирусного ответа. И на них он действует сильнее. В чем, как начинают синтезироваться интерфероны? Смотрите, мы много говорили про иммунные клетки, про то, что у них есть разные системы распознавания чужеродных частиц и так далее, и так далее. Но, оказывается, система распознания чужеродности есть внутри любой нашей клетки. Это так называемые сенсорные рецепторы ДНК и РНК-сенсоры. Смотрите, в чем здесь суть? Суть в том, что внутри каждой клетки, не только иммунной, есть специальные белки. Риг-1, который распознает чужеродную РНК, вирусную РНК. Сигаз и другие белки, которые распознают любую ДНК. Почему говорю любую? Потому что в норме в цитоплазме клетки вообще не должно быть ДНК. ДНК вся у нас сложена в ядре, упакована, если в клетке все нормально. Если в цитоплазме оказывается кусочек ДНК, это значит одно из двух, ну одно из трех. Либо у нас повредилось ядро, значит все плохо. Либо у нас повредились митохондрии, и из них вышла митохондриальная ДНК. Это опять-таки сигнал, что все плохо. Или у нас в клетку проник ДНК-вирус и принес свою чужеродную ДНК. Это тоже сигнал, что все плохо. С РНК немножко сложнее, потому что РНК в цитоплазме, естественно, должна присутствовать. В цитоплазме присутствует наша собственная РНК, с которой синтезируются белки. Но вирусная РНК, она отличается. Не буду вдаваться в детали, но есть некие, так сказать, сигнальные особенности у нее, которые распознают белки РИК-1, ИЩИ-16 и так далее. Здесь множество разных сигнальных путей, но все они ведут к одному и тому же. К тому, что у нас активируются белки, которые называются ИРФ. Это интерферон responsible factors. И они запускают синтез интерферонов во всех, без исключения клетках. То есть клетка, в которую проник вирус, из последних сил кричит, раздается интерфероновый сигналинг. Это такой крик о помощи. Это предупреждение всем окружающим клеткам организма. Этот сигнал уже не защитит саму эту клетку. Скорее всего, она уже обречена, если в ней достаточное количество вируса. Но зато, разойдясь по ближайшим окрестностям, он подготовит другие клетки к атаке вирусов, сделает их менее восприимчивыми для вирусов и замедлит, насколько это возможно, распространение инфекции до тех пор, пока подтянутся основной иммунитет. Как именно интерфероны замедляют распространение инфекций? Они действуют несколькими путями. Во-первых, интерфероны привлекают иммунные клетки. Сам по себе этот сигнал уже быстренько активирует наши любимые фагоциты, макрофаги и дендритные клетки. И все другие клетки иммунные тоже начинают подтягиваться в ту зону, откуда идет интерфероновый сигнал. Во-вторых, интерфероны подавляют синтез белка в зараженных клетках. Неспецифически, просто останавливают, ослабляют весь синтез белка. Но поскольку вирусу, для того, чтобы вирусная частица образовалась, нужно синтезировать много собственных вирусных белков, то, соответственно, жизненный цикл вируса замедляется или даже вовсе останавливается. То есть, если мы останавливаем синтез всех белков на рибосомах, то вирусные белки тоже не могут синтезироваться в достаточном количестве. Соответственно, клетка остается зараженной, но, по крайней мере, в ней не формируются или медленнее формируются новые вирусные частицы, и она медленнее разрушается, выпуская их наружу. И, наконец, интерфероны активируют пути апоптоза в зараженных клетках. Я надеюсь, что вы еще помните, что у нас для защиты организма от инфекций и от многих других негативных явлений, от мутаций, есть механизм управляемого самоубийства. Когда слишком старые клетки или клетки с большим количеством мутаций, а в них запускается реакция апоптоза, они самоуничтожаются. Эта реакция может быть запущена и извне, и интерфероны – это как раз белки, которые активируют апоптоз в зараженных вирусом клетках. При апоптозе в клетках нарушается структура митохондрий, и выходят на свободу всевозможные литические ферменты, похожие на наши пищеварительные ферменты. Они фактически переваривают неспецифически все содержимое клетки. Если внутри клетки есть вирусные частицы, они точно так же перевариваются и теряют свои опасные свойства. Конечно, возможности интерферонов не безграничны. Конечно, вирусы все равно как-то проскакивают через эту защиту, но, по крайней мере, интерфероновая защита играет важнейшую роль в сдерживании развития вируса, потому что в иммунном ответе главное выиграть время, особенно в начале. Собственно говоря, разница между очень опасными и относительно неопасными вирусными инфекциями, она как раз заключается в том, что есть такие вирусные инфекции, которые успевают развиться, размножиться и так далее, и так далее, до того, как полноценно сработает иммунный ответ. Грубо говоря, они вгоняют человека или животных в гроб раньше, чем иммунный ответ может ответить. То есть любой выигранный день для иммунного ответа – это шанс на выздоровление. Однако, хорошо, все равно произошел интерфероновый ответ, несколько замедлил, но все равно какие-то вирусные частицы у нас проникли в клетки, все равно какие-то клетки разрушились. На сигнал разрушенных клеток, разрушение, так же, как на сигнал интерферонов, у нас приходят фагоциты. Вот, макрофаги и дендритные клетки. Они подъедают разрушенные клетки, вместе с ними заглатывая вирусные частицы. После чего, как мы помним, у нас и макрофаги, и особенно дендритные клетки являются профессиональными антиген-презентующими клетками. То есть все вот эти чужеродные белки вирусов после переваривания начинают выставляться на поверхности этих клеток и готовы активировать уже клетки приобретенного иммунного ответа – Т-клетки, главным образом, и Б-клетки. В это же самое время сами по себе вирусные частицы также напрямую начинают активировать Б-клетки. Но пока их еще не очень много, и этот этап у нас немножко растягивается. Одновременно макрофаги, дендритные клетки, нейтрофилы – вот эта самая иммунная гвардия врожденного иммунитета, которая первая приходит вместо воспаления, начинает синтезировать цитокины и другие молекулы, на которых мы отдельно не останавливались, которые называются хемокины, которые являются сигналом именно «плыви сюда». для других иммунных клеток. То есть постепенно, постепенно в зоне проникновения вируса у нас начинает скапливаться все больше и больше самых разных иммунных клеток. Вот такая карти... Ага. И дендритные клетки выставляют на своей поверхности чужеродные антигены, и начинают активировать специфические Т-клетки. Вот такая схема иммунного ответа. Она не количественная совершенно, она качественная, но что нам в ней важно, это важно то, что видеть, что иммунный ответ идет как бы волнами. Причем одна волна запускает следующую, и в то же время угасает сама. Вот самый первый, самый быстрый антивирусный ответ – это интерфероновый и фагоцитозный иммунный ответ. Он достигает своего максимума через 1-2 дня после начала инфекции, но тут же начинает постепенно сходить на нет. Однако к этому времени все эти фагоциты насинтезировали уже множество цитокинов, и их уровень продолжает идти вверх, даже после того, как уровень активности самих фагоцитов начинает постепенно снижаться. И вот эта цитокиновая волна подхватывает и помогает полноценно активировать уже приобретенный иммунный ответ. Мы с вами об этом говорили, но на всякий случай напоминаю, что принципиальная разница между врожденным и приобретенным иммунным ответом заключается в том, что здесь у нас есть такое бутылочное горлышко. Подходящих Т-клеток и подходящих Б-клеток изначально очень мало. Они должны размножиться. Для чего нужны цитокины, в частности? Для того, чтобы их стало достаточно, чтобы они могли включиться полноценно в ответ. Поэтому полноценный Т-клеточный ответ развивается где-то только через неделю. Вот это самое эмпирическое насморк, который проходит за 7 дней, если это простая неосложненная вирусная инфекция. Вот еще больше времени нужна Б-клетка, потому что они для полноценной активации нуждаются в Т-клетках. Поэтому антительный ответ развивается еще позже. Это 2 недели примерно. Но уже в это время, как правило, в течение 2 недель даже тяжелая вирусная инфекция, она заканчивается. Если что-то продолжается дольше 2 недель, это либо вирус, который умеет как-то хитро влиять на иммунную систему. Это отдельная тема. Вроде там вируса СПИДа, который просто сам уничтожает иммунные клетки. Либо к вирусной инфекции присоединяется какая-то еще бактериальная инфекция. Либо там бывают продолжения осложнения, которые мы разберем на примере ковида, что вирусных частиц уже вроде как и нет, а иммунный ответ все еще шпарит вовсю. Именно с этим были связаны множественные осложнения с ковидом. Но нормальная неосложненная вирусная инфекция, она заканчивается либо в течение недели, либо в течение пары недель максимум. Если дольше, значит это уже инфекция с какими-то сложностями. Вот. Б-клетки. Почему у нас идут с такой отсрочкой? Потому что для активации Б-клеток нам нужны Т-хелперы, особенно Т-хелперы второго типа. И они тоже должны сначала активироваться, размножиться в достаточном количестве и так далее. Но после того, когда они активировались и умножились, они начинают производить цитокины, особенно интерлекин 4 и интерлекин 13, которые критически важны для того, чтобы Б-клетки у нас превратились в так называемые плазматические клетки, которые, собственно говоря, и производят большие количества антител. При этом с какой-то небольшой вероятностью в этой популяции Б-клеток какая-то небольшая часть Б-клеток не будет превращаться в плазматические клетки, а останется Б-клетками памяти. Это такой иммунный резерв, который будет использован в будущих инфекциях. О нем мы отдельно поговорим, разбирая явления иммунной памяти. Точно так же происходит в Т-клетках. При активации Т-клеток, будь то Т-хелперы или Т-киллеры, тоже большая часть клеток пускается в бой, но некоторая, небольшая часть популяции сохраняется в виде Т-клеток памяти. И это, опять-таки, ключевое различие между приобретенным адаптивным иммунитетом и врожденным. Основная суть различия в том, между клетками памяти и эффекторными клетками, которые, собственно, участвуют в иммунном ответе здесь и сейчас, заключается в том, что как только Т- или Б-клетка вступили, так сказать, на путь самурая, на путь эффекторной клетки, в них сразу включается механизм обратного отсчета. Часики начинают тикать в обратную сторону. То есть как только клетка, иммунная клетка, активировалась для иммунного ответа, она уже обречена. Она обречена через несколько дней или через несколько недель умереть. Это встроенный механизм регуляции иммунного ответа, который защищает, как может наш организм, от его, так сказать, чрезмерной активации. Поэтому спустя, то есть вот есть где-то две недели, за которые организм должен справиться с инфекцией в норме. И когда это происходит, большинство эффекторных клеток так погибает по тому самому механизму апоптоза. А вот Т-клетки памяти синтезируют немножечко другие белки, и они способны жить несколько лет и даже еще дольше, сохраняясь в тканях до следующей встречи с инфекцией. Аналогичные, чуть-чуть другие белки, но аналогичные совершенно картины для Б-клеток. Что дает нам присутствие клеток памяти? Присутствие клеток памяти дает нам такой эффект, что вторичный иммунный ответ развивается быстрее и гораздо сильнее, чем первичный. То есть вот смотрите, здесь это сделано на примере выработки антител, потому что антитела это то, что достаточно легко померить. Т-клеточный, в силу Т-клеточного ответа, скажем так, несколько сложнее количественно и дороже, несколько сложнее и сильно дороже измерять количественно. А антитела, титр антител определяется достаточно просто. Смотрите, вот если мы мышки, иммунно-невинные мышки, вводим чужеродный белок какой-то, антиген А, в точке 0, у нее развивается иммунный ответ и, как я говорила, что максимума синтеза антител достигает примерно через 2 недели, поскольку он идет с такой, с изрядным запаздыванием. Вот где-то здесь у нас активируется врожденный иммунитет, B-клетки только-только начинают делиться, вот здесь их становится побольше, еще больше, и вот здесь, сказать, их количество достигает максимум, а потом начинает снижаться и вместе с ним начинает снижаться и количество антител постепенно. Все, инфекция, проблема исчерпана из себя. Но если мы второй раз введем мышки этот же самый антиген, мы увидим, что иммунный ответ разовьется, во-первых, гораздо быстрее, не за 15 дней, как здесь, а, ну, трудно сказать, ну, меньше, чем за 10 дней, да, вот 10 дней это здесь, да, где-то примерно за 3-5 дней. А выигрыш во времени, как я еще раз повторю, это самое важное на ранней стадии заражения. И кроме того, этот иммунный ответ будет сильнее, причем это, обратите внимание, здесь сила отложена полуогарифмической, количество антител отложено полуогарифмической шкале. То есть здесь антител станет не в 2 раза больше, как может показаться на первый взгляд, и не в 3, а в 100 раз больше почти, чем при первичном иммунном ответе. Вот это и есть эффект иммунологической памяти. Потому что если в это же самое время ввести новый антиген, то на него реакция будет независимая и график будет такой же, как здесь. А с чем же связан такой эффект? Почему иммунологическая память настолько повышает, ускоряет эффективность иммунного ответа? Если коротко, то дело в том, что при вторичном иммунном ответе мы как бы проскакиваем вот эту стадию. Мы сразу эти клетки уже как бы подготовлены. Им не нужна и Т, и Б клетки, им не нужна первичная активация. Они уже, так сказать, в полуготовности. Кроме того, клеток памяти их больше, чем наивных клеток с какими-то случайными рецепторами. Наивных клеток одного и того же типа может быть буквально 2-3 клетки на организм. А клеток памяти после того, как организм переболел, их будет все-таки десятки, сотни для данной болезни. Когда речь идет о размножении, начинать прийти к 100 тысячам клеток, начиная от одной клетки и начиная от 100 клеток, это сразу существенно ускоряет процесс. Вот это явление иммунологической памяти собственно говоря используется при разработке вакцин. Потому что идея такая, что поскольку иммунный ответ специфический иммунный ответ у нас вызывает не целый не клетка как таковая, а отдельные белки этой клетки, даже отдельные чужеродные фрагменты этих белков, то собственно говоря идея вакцин заключается в том, что давайте мы введем в организм просто кусочки или убитый вирус или кусочки этого убитого вируса вызовем вот этот первичный ответ, но этот первичный ответ не будет связан с заражением, потому что сам по себе убитый вирус или какие-то его фрагменты они не опасны для организма. Зато потом в другой раз, когда организм встретится уже с реально в реальности с этим вирусом, иммунный ответ будет быстрым, мощным и человек может быть даже не успеет заболеть иммунный ответ заборет вирус на самых ранних стадиях или если заболеет, то болезнь будет протекать гораздо легче с меньшим количеством осложнений. Вот на этой идее построены вакцины и до ковида мы имели дело главным образом с классическими вакцинами. В классическом вакцине у нас есть вирусные частицы, у нас есть вирус. Дальше есть варианты, что мы можем с этим вирусом сделать. Мы можем сделать живую ослабленную вакцину. То есть вирус перевивается, отбираются такие его варианты, которые не вызывают болезнь, но еще вызывают иммунный ответ. Это рискованный путь, но проблема в том, что для некоторых инфекций просто не получается получить иммунный ответ, если это не живой вирус. В частности, вакцины от полиомиелита до сих пор все живые, по крайней мере первые точно были живые, потому что убитый вирус полиомиелита не вызывает достаточно стабильного иммунного ответа, поэтому там приходится идти. по вот этому немножко рискованному пути использования живых ослабленных вирусов. Если есть хоть какая-то возможность этого избежать, то, конечно, вирус при вакцинировании используется убитый вирус. Причем по возможности это может быть целый инактивированный вирус, цельноклеточный, это могут быть какие-то кусочки вируса, и, наконец, это могут быть только наружные белки вируса, которые самые важные с точки зрения выработки иммунного ответа. То есть именно на них нам нужно в первую очередь тренировать иммунную систему. В чем тут разница? Цельноклеточный вирус вызывает более сильный иммунный ответ и расщепленный, потому что у них больше различных антигенов. Чем больше различных антигенов, тем больше Т и Б клеток мы можем потенциально задействовать. Но побочным эффектом является то, что от него осложнений будет больше, побочных эффектов будет больше. Субъединичные вирусы, они обычно легче переносятся, на них меньше побочных эффектов. Ну и по силе они бывают, что уступают. Поэтому обычно ищут какой-то баланс для каждого конкретного вируса. Ковид сильно ускорил развитие многих областей науки и практики. И в частности ковид поставил вызов, поставил огромный вакцинный вызов. Это была вирусная инфекция, она была достаточно опасная. И все тут же кинулись разрабатывать вакцины. Проблема в чем? Проблема в том, что для классической вот этой вакцины вам нужно наработать большое количество вируса. Вырастить вирус вне организма человека это довольно-таки сложная задача. Для определенных вирусов типа вируса гриппа методики уже отработаны, но и то для каждой инфекции гриппа производство, наработка вакцины начинается за полгода до предполагаемой прививки, чтобы наработать нужный объем вируса. И все-таки от вируса гриппа прививается хоть и много, но не так много людей, как предполагалось привить от ковида. То есть тут сразу стал вопрос, а как в случае чего произвести вакцину на миллиарды людей. Классические способы производства вакцин быстро для этого не очень годятся. Они медленные и их невозможно существенно ускорить. Поэтому стал сразу вопрос, каким мы можем разработать новые виды вакцин. в принципе методы, которые были предложены, они уже на тот момент были известны, но медицина это довольно консервативная область, так что возможно эти методы еще бы долго не были запущены в производство, но ситуация, экстремальная ситуация пандемии позволила запустить два новых типа вакцин, это векторные вакцины и РНК вакцины. Векторные вакцины строго говоря уже использовались и до ковида просто не слишком широко, но уже было несколько таких вакцин. РНК вакцины, они были инициированы ковидом, точнее основы для их разработки были уже получены раньше, еще на 10-15 лет раньше, но практическое применение пошли только во время эпидемии. ну вот да, собственно говоря, это схема, которую я хотела сказать, что вот в случае вторичного иммунного ответа мы сразу бьем сюда, то есть мы экономим себе по меньшей мере 7-8 дней активации иммунного ответа, то есть мы перехватываем вирус, не позволяя ему размножиться в клетках и принести разрушение, соответственно либо симптомы вообще не развиваются, мы даже не успеваем осознать, что мы встретились с тем или иным вирусом, Т-клетки просто гасят его, что называется, в первое, первым же приближением или развиваются достаточно легкие симптомы. Вот, векторные вакцины, идея векторной, векторная вакцина использует вирусы, для того, чтобы доставлять кусочки одни вирусы безопасные, для того, чтобы доставлять кусочки каких-то опасных вирусов внутрь клетки человека, и чтобы там они размножались. Эта методика была отработана в биотехнологиях, соответственно, там есть методы быстрой наработки вот этих вирусных частей, именно этих вирусных частей. Как правило, во-первых, эти вирусы, они уже модифицированы, то есть в их геноме нет важных генов, которые позволяют полноценно собрать множество вирусных частиц, то есть этот вектор, вирусный вектор доставляет ДНК внутрь клетки, она там начинает размножаться, как если бы клетка была поражена вирусом, и там начинают синтезироваться те белки чужеродные, которые мы бы хотели презентовать, но при этом вирусные частицы не собираются, и на поверхность не выходят, и клетка не разрушается, ну, или разрушается, ну, так сказать, гораздо меньше, в любом случае новые вирусные частицы не выходят, они зашли, оставили ДНК, и тут и остались, потому что в их геноме нет важных ключевых генов, которые могут завершить цикл жизни этого вируса, но на всякий случай, чтобы уж если вдруг чудо произойдет, и где-то этот вирус, эта частица окажется в клетке с другими вирусными, с похожими вирусами, произойдет какой-то обмен генами, маловероятный, но все-таки теоретически возможный, на роль вектора всегда выбираются вирусы, не опасные для человека, то есть, в частности, тот вектор, который использовался при разработке вакцины спутник и при разработке вакцины астрозеника, это аденовирусный, аденовирус, который вызывает насморк, легкую простуду, даже в случае какой-то фантастической реактивации этого вируса, хотя, вроде бы, не должно быть, он не должен причинить какого-то вреда организму. Векторные вакцины еще до ковида были разработаны для вируса Эбола, но широко, но это такой достаточно редкий локальный африканский вирус, то есть широко эти вакцины не применялись до эпидемии ковида. С РНК вакцина это еще более, на мой взгляд, интересный подход, а в данном случае мы используем наночастицы, в которых загружена молекула РНК, с которой напрямую может синтезироваться тот или иной белок вируса, которым мы заинтересованы. В данном случае, в случае коронавирусной инфекции, это был поверхностный С-белок коронавируса, белок оболочки коронавируса. Она упакована в микрокапсулы, попадает в клетки в месте введения вакцины и начинает внутри этих клеток производить этот вирусный белок и только его. Он выставляется на поверхности этой клетки, а часть этих клеток разрушается. В таком случае он выходит в кровь и активируется таким образом клетки иммунной системы, способные распознавать эту оболочку. был целый ряд технических проблем связанных с разработкой этих вакцин, собственно говоря, почему раньше за них особенно не брались. Вакцины РНК гораздо более хрупкая ДНК, чем ДНК, потребовалось множество модификаций, чтобы сделать ее стабильней и если вы помните, РНК вакцины требовали специальных условий хранения специальных боксов минус 20-70 градусов, из которых их вынимали только непосредственно перед введением, иначе проблема. С другой стороны, эту вакцину, если уже молекула разработана, можно очень быстро производить. И сейчас ДНК, РНК вакцины после вот этого, во-первых, за них за изобретение за модификацией, которая стабилизирует структуру РНК и в то же время делает ее более эффективной. Каталь Линка Рико и Дрю Вайсман получили Нобелевскую премию в 23-м году и надо сказать, что это, пожалуй, одна из самых стремительных Нобелевских премий в истории. То есть, само открытие было сделано в 2005-м году, в 2020-м на его основе были сделаны РНК вакцины против ковида и начата разработка еще огромного количества вакцин на этой же технологии против самых разных заболеваний и в частности для лечения рака, потому что так же, как мы вводим какой-то в клетке вирусный белок, мы можем вводить в опухоль с помощью специальных, с помощью тех наночастиц, которые будут сказать, родственны клеткам опухоли, мы можем вводить туда какие-то гены, которые нам помогут опухоль уничтожить, и сейчас это прям такое одно из направлений разработки нового типа антираковой терапии. И вот в 2023-м году уже они получили за это Нобелевскую премию. Другим исследователям, не менее замечательным приходилось ждать десятилетия признания своих заслуг. Ребятам повезло. В частности, вот они обнаружили, что если заменить РНК уредин на псевдоуридин, то такая РНК будет гораздо стабильней и при этом будет эффективно транслироваться в клетках, то есть производить высокое количество белка, что, конечно, важно в случае вакцины. Ну, поскольку это совсем горячая новость, ее довольно интенсивно обсуждают, вот я должна сказать несколько слов о том, что вот Астразенека отозвала свою вакцину от COVID-19, что это значит? Во-первых, я должна сразу сказать, что Астразенека, вакцина Астразенека, это была не РНК вакцина, это была векторная вакцина, как раз на основе аденовируса, такая по технологии такая же как спутник приблизительно. В 2024 году они объявили о прекращении продаж, поскольку продажи падают, а во-вторых, в начале года были публикации о том, что вакцина вызывает побочный эффект тромбоза, который могут привести к смерти пациента. сам по себе побочный эффект от вакцин дело совершенно нормальное. Сам под себе отзыв вакцины, у которой есть побочные эффекты, или отзыв лекарства, у которого есть побочные эффекты, это тоже вещь совершенно нормальная. Просто давайте не будем сравнивать ситуацию, которая есть сейчас, когда, во-первых, патогенность вируса ковида очевидным образом снизилась. Грубо говоря, все, кто мог умереть от ковида, уже умер. У остальных болезнь протекает более или менее легко, появился коллективный иммунитет и так далее. И действительно, в этой ситуации оставлять на рынке вакцину, у которой есть побочные эффекты, при том, что есть вакцины, которые защищают не хуже, у которых тоже есть побочные эффекты, у всех вакцину любого лекарственного средства есть побочные эффекты, но их меньше. Это просто не имеет смысла и действительно это не говорит ни о чем. На тот момент, когда AstraZeneca разрабатывала вакцину, у них были основания ее применять и использовать. На тот момент вакцин было недостаточно, на тот момент было еще непонятно, какие побочные эффекты у других вакцин, потому что некоторые побочные эффекты невозможно отследить в кратковременных исследованиях, они выясняются позже и так далее. То есть в этом нет, зато при желании можно сделать скандал и так далее, но это лишь потому, что тема ковида и вакцин вокруг него, она породила очень много общественных дискуссий и так далее, и вообще вся эта эпидемия, она, конечно, была на острее общественного внимания, вообще же отзыв тех или иных препаратов, потому что появляются новые, более столь же эффективные или даже более эффективные, более безопасные, это совершенно нормальный момент в развитии фармацевтической преимущественности. Опять же, наличие каких-то противопоказаний, наличие каких-то побочных эффектов у тех или иных лекарств, это тоже совершенно нормально. Особенно в случае тромбоза и антиковидной вакцины вирус ковида сам по себе вызывает тромбоз. Это одно из известных осложнений после ковида у многих людей наблюдались, у людей, переболевших ковидом, наблюдалась повышенная частота тромбозов. Соответственно, нет ничего удивительного, что вакцина против ковида, которая все-таки имитирует какие-то белки ковида, тоже будет иметь какие-то похожие побочные эффекты. Вопрос был исключительно в том, больше ли величина этих рисков, этих побочных эффектов, чем ожидаемая выгода, ожидаемый эффект для общественного здравоохранения. Потому что, к сожалению, говоря о вакцинах, нет смысла говорить о возможных побочных эффектах на уровне одного человека. Кто-то даже умрет от применения вакцин. Всегда сравнивается статистика по популяции. У нас больше людей умрет, если мы используем вакцину или если мы ее не используем. Вопрос о том, чтобы никто не умер, он не стоит. Если у нас уже идет эпидемия, кто-то все равно умрет. Вопрос в количестве. Вопрос в том, что умрет ли больше с вакцинами или без вакцин. Не в том, чтобы получить вакцину совсем без побочных эффектов, хотя, конечно, их нужно стремиться именизировать, а в том, чтобы количество побочных эффектов от вакцины было меньше, чем побочное количество эффектов от заболевания. Вот и все. Хорошо. Не хотела так долго до этого останавливаться, но это, правда, важная тема. Мы говорим о вакцинах против вирусных инфекций. С вакцинами против бактериальной инфекции дело обстоит сложнее, именно потому, что, как я сказала, бактериальные инфекции протекают иначе, чем вирусные, активируют другие ветви иммунного ответа. однако у нас есть по крайней мере один исключительно удачный и уже долгоживущий пример вакцины против бактериальной инфекции это BCG. Вакцина против туберкулеза, изготовленная из ослабленной бычьей туберкулезной палочки, которая для человека не опасна. Хотя она уже менее эффективна, чем была в самом начале, когда она действительно была чудо средством, к сожалению, бактерия туберкулеза тоже не стоит на месте, эволюционирует, подстраивается. Тем не менее, это до сих пор распространенная самая распространенная антибактериальная вакцина. Более того, для нее находятся всякие неожиданные применения, например, в последние десятилетия BCG используется в частности для лечения рака мочевого пузыря было показано, что если после удаления опухоли в полость мочевого пузыря вводить BCG для активации местного иммунного ответа, то количество рецидивов и осложнений после операции сильно снижается, и это все такое используется, такое очень копеечное и между тем очень эффективное средство. Повышение качества жизни и количество выздоровелевших людей при раке мочевого пузыря. Есть несколько вакцин от других бактерий, которые одобрены на сегодняшний день против стриптококоса, против хибофилиуса и сальмонелла. Ведется еще разработка еще нескольких десятков антибактериальных вакцин, но все-таки это очень скромные успехи по сравнению с количеством и качеством вакцин против различных вирусных инфекций. Там, конечно, речь идет о десятках, если не о сотнях успешных работающих вакцин. Я сразу хочу назначить свою позицию, что в том, что касается вакцин, мы можем спорить о конкретных вакцинах, мы можем спорить, какая вакцина лучше, какая хуже, мы можем спорить о каких-то механизмах контроля качества вакцины. Это, безусловно, важная тема, и я согласна, что ковид показал, что у нас не все с этим благополучно, но сам разговор о том, что эффективность вакцин придумана, это, извините, в топку. Огромное количество данных показывает, что именно вакцинация, а не просто улучшение качества жизни, победило большинство опасных заболеваний, и как только вакцинация прекращается, в самых, что ни на есть, и развитых, и богатых странах, мы видим тут же и смертельные случаи дифтерии, если детей не прививали, и смертельные случаи полиомиелита, и так далее, и так далее. то есть можно и нужно ответственно подходить к выбору вакцин, можно и нужно смотреть лучшие варианты, и так далее, но радикальная антивакцинаторская позиция, она не имеет научных обоснований. Вот, мы с вами поговорили о том, как у нас организм сам справляется с инфекцией, вот в случае какой-то такой простой, неослажденной инфекции дыхательных путей, то, что мы в просторечии называем словом простуда, а здесь в заключении мне бы хотелось сказать о нескольких особых случаях, когда иммунный ответ ведет себя не так, как мы рассчитывали, и в результате инфекция, которая на первый взгляд должна было быть простой и не опасной, оказывается и более сложной, и более опасной, чем мы рассчитывали. Ну, начнем мы, конечно же, с ковида. Мы уже поговорили про вакцину по ковиду, а теперь поговорим про сам ковид. Ковид 19-й и вот это очень интересный пример того, как обычная на первый взгляд вирусная инфекция вызывает такой сильный дисполанс иммунного ответа, который превращает ее в опасное заболевание. Вообще коронавирусная инфекция это давние спутники человека, обычно протекают легко, особо не лечатся, и вообще до 19-го года, если вы набирали, и в самом начале эпидемии, если вы набирали какой-нибудь сети коронавирус, первым делом вам попадался коронавирус собак и коронавирус кошек, потому что в ветеринарии действительно коронавирусные инфекции представляли серьезную проблему, и там много можно было прочитать статей, как предупредить развитие коронавирусной инфекции собак у кошек. про людей, про публикации коронавирусных инфекций у людей почти ничего не было, потому что большинство этих инфекций протекало легко и осложнений не давало. Вот, коронавируса есть, мы уже говорили, что у каждого белка есть свой любимый рецептор, свой любимый белок на поверхности клетки, который для него является как бы таким ключиком, а к, точнее, замком, для которого он является ключиком, чтобы проникнуть в клетку. У коронавирусной инфекции таким белком является рецептор АЦ2. Этот рецептор синтезируется в верхних дыхательных путях и также в клетках кишечника. Поэтому, может быть, вы сталкивались, в основном были, так сказать, легочные формы коронавирусной инфекции, протекавшие, как обычное респираторное заболевание, но встречались люди, у которых коронавирусная инфекция протекала прокишечному типу с такими симптомами, как понос, со всеми признаками кишечной инфекции. Еще до того, как мы получили COVID-19, было два, что называется, звоночка о том, что коронавирусные инфекции потенциально могут быть более опасны для человека, чем мы привыкли думать. был первый SARS-CoV, который вызывал коронавирусную инфекцию, вызывающую острый респираторный синдром, СССР-Акют респираторный синдром, вот, случился в Китае в 2002 году, захватил более 8000 людей, 700 человек, почти 800 человек погибло, то есть 10%, вообще-то говоря, очень высокая смертность для эпидемии, но эпидемию вовремя локализовали, она была где-то там в Китае, если вы помните, как начиналась коронавирусная эпидемия, пока она была где-то там в Китае, никто вообще не шевелился, хотя всем понятно было должно, что мир маленький сейчас, самолеты летают, поезда ездят, все, что сегодня в Китае, завтра в Нью-Йорке, но тем не менее, пока коронавирус не пришел в Европу, никто даже не чесался, а в 2002 году он в Европу не пришел, его успели перехватить, локализовать в Китае, поэтому так этот случай никому, кроме специалистов, особо не остался известен. Потом был Ближневосточный респираторный синдром Мерсков, Middle-Ester респираторный синдром, в 2012 году в Саудовской Аравии, а потом еще была вспышка в Корее, опять же, которую, но в Корее он тоже попал с Ближнего Востока, опять же, быстро локализовали, быстро изолировали всех больных, погибших было мало, за пределы сообщества не вышло, хотя уже тогда можно было начинать как-то чесаться и думать. Но пока в 2012 году гром не грянул, в общем-то, никто не перекрестился. И вот уже на примере этих болезней, когда их изучали, было понятно, что вот необычное течение коронавирусных инфекций в этих обоих случаях было связано с тем, что вирус вроде бы похож на обычный коронавирусный, но что-то у него как-то по-другому складываются отношения с иммунной системой. И вот этот острый синдром выражался в очень сильном иммунном ответе, слишком сильном, несовместимом с жизнью иммунном ответе. Людей фактически убивал не столько вирус, сколько ответ на него. И, к сожалению, та же самая особенность оказалась у SARS-2, который мы знаем как COVID-19, хотя, к счастью, с менее летальными для нас последствиями. на самом деле вот тут видите очень такая странная ситуация. Я имею ввиду, что если бы SARS-2 был таким же летальным, как SARS-1, все бы, конечно, спохватились сразу. И, возможно, мировой эпидемии не было бы. То есть, я бы сказала, что в условиях современного общества опасные вирусы оказываются менее опасными, чем мало опасными. Потому что на опасные вирусы, на вирусы со смертностью 5-10%, 20%, мгновенно в стойку становятся государственные службы, мгновенно активизируются и эпидемию удается загасить зародыши. А когда смертность какая-то была у COVID-19 по разным оценкам 1% или даже меньше, ни шатка, ни валка, когда большинство болеет легко, но кто-то умер, а может быть, он бы и так умер и так далее, проходит значительное время, прежде чем люди осознают серьезность проблемы, и к тому времени уже, к сожалению, инфекция выходит из-под контроля. Так вот, что же у нас происходит при COVID-19? Надо сказать, что там много очень интересного происходит, и вообще, конечно, иммунологи должны быть по грубой жизни благодарны, нашего поколения должны быть по грубой жизни благодарны к ковиду, потому что в ковидный год средств на изучение иммунных вопросов никто не жалел, и я думаю, что прорывы, которые в этой области были сделаны, они будут еще многие годы нас, так сказать, кормить и обеспечивать развитие медицины и фармакологии. А вот, было замечено следующее явление, что если вирусная нагрузка небольшая и болезнь протекает по такому, по обычному пути, как обычная, ну пусть неприятная, но обычная простуда, то в ней наблюдается обычный нормальный ранний интерфероновый ответ, который достаточно быстро приводит к тому, что у нас организм очищается от вирусов. То есть болезнь протекает легко. В случае, если вирусная нагрузка большая, человек получил при заражении большую дозу вируса, или же если иммунная система уже немножко ослабленная, находится не в лучшем состоянии, как это бывает у пожилых людей, иммунный ответ носил патологический характер. Интерфероновый ответ запаздывал. вот эта большая вирусная нагрузка приводила к тому, что синтез интерферонов, он как бы, так сказать, запаздывал и начинался позже. А вы помните, у нас там волна идет за волной, и они не должны в норме накладываться. а вот в случае запоздалого интерферонового ответа получалось, что он накладывался и на фагоцитозный и на токлеточный ответ, усиливал их сверхмеры, усиливал синтез других цитокинов и запускал патологическую воспалительную реакцию, которая, собственно говоря, приводила к тяжелому течению болезни и к тому, что зачастую иммунный ответ оставался активным еще тогда, когда самого вируса в организме уже не было и действовал разрушительно. И опять же, в случае, если у нас вирус оставался только в верхних дыхательных путях, в носоглотке, в горле, это было еще полбеды. Но если вирус оказывался в легких, если развивалась вирусная пневмония, то такой запаздывающий, но одновременно очень сильный иммунный ответ приводил к тому, что иммунные клетки начинали разрушать нежные ткани легких, вызывали усиление пневмонии, вызывали отек легких. И, собственно говоря, это было одной из основных причин смертности при ковиде. вот та самая картинка, да, что у нас интерфероновый ответ должен уменьшиться, когда начинают синтезироваться другие цитокины и активироваться Т и Б клетки. Вот если мы сдвигаем вот эту волну, то происходит взаимное усиление и вместо активации, нормальной активации иммунного ответа у нас происходит гиперактивация. И одним из симптомов этой самой гиперактивации иммунного ответа при одним из признаков гиперактивации иммунного ответа при ковиде было состояние, которое называется цитокиновый шторм. Когда Все иммунные клетки производили очень много воспалительных цитокинов, и поэтому при тяжелой форме лечения ковида его лечили в частности стероидами и антителами к воспалительным цитокинам вроде интерлекина-6. То есть инфекционную вроде бы инфекцию лечили как патологическое воспаление. Фактически это была терапия, которая обычно применяют при аутоиммунных заболеваниях, потому что при тяжелой течении ковида, при вот этой гипервоспалении проблемой был уже не вирус, проблемой был уже патологический иммунный ответ, спровоцированный вирусом, который по ряду характеристик был похож даже больше на аутоиммунную реакцию. Вообще цитокиновый шторм – это термин, который до эпидемии ковида знал далеко не каждый специалист. Это действительно очень редкое состояние, с которым сталкивались при редких формах сепсиса или очень тяжелых аутоиммунных заболеваниях. А тут оно стало, что называется, на слуху, потому что у каждого, если не второго, то третьего, четвертого больного с тяжелой формой ковида наблюдался в той или иной степени цитокинового шторма. Что с этим можно было сделать? Ну, применяли общую противовоспалительную терапию, применяли, как я уже упомянула, специфическую терапию антителами. Но опять-таки критические времена требуют развития новых технологий. И в частности во время ковида получила развитие технологии цитосорб, то есть такие проточные системы фильтрации крови от цитокинов. Фактически что-то аналогичное тому, как делают фильтрацию крови больным людям с почечной недостаточностью, например, но гораздо более изощренное, утонченное, с возможностью удалять цитокины, специфические воспалительные цитокины из крови. И это, конечно, технология, которая останется с нами даже после того, как ковид, к счастью, нас покинул. Ну, не покинул полностью, но приручился и ослаб. Вот, то есть еще раз хочу сказать, что это была ужасная эпидемия. Она, так сказать, внесла много личных трагедий и экономических трагедий, нужда смертей и так далее, но одновременно надо сказать, что она очень сильно способствовала развитию целого ряда медицинских технологий, которыми, я надеюсь, мы продолжим пользоваться уже в менее трагических обстоятельствах. Второй интересный пример инфекции – это ликорадка Денге. Вы, может быть, про эту болезнь, в отличие от ковида, ничего и не слышали, потому что она – это болезнь тропиков. Если вы посмотрите на карту, где распространено это заболевание, то это Индия, Юго-Восточная Азия, Африка, Южнее Сахары и Латинская Америка. Переносится с комаром, встречается несколько сиротипов заболевания, то есть несколько похожих, но немножко отличающихся разновидностей вируса. И вот, что было замечено давно, что обычно, как мы уже говорили, в силу вторичного иммунного ответа, человек первый раз какой-то вирусной инфекцией болеет тяжело, а второй раз болеет либо легче, либо вообще не заболевает, приобретя пожизненный или почти пожизненный иммунитет. А в Инденге ситуация противоположная. Обычно первая встреча с Денге протекает достаточно легко. То есть у человека небольшая лихорадка, ломота и так далее. А вот при повторном заражении болезнь развивается гораздо тяжелее и вплоть до развития геморрагического синдрома, кровоизлияния под кожу и так далее, вплоть до смертельного исхода. До сих пор полностью непонятный механизм, и это очень затрудняет выработку вакцины против Денге, потому что были, предпринимались такие попытки. Большой регион охвачен этой болезнью. Но когда французская фирма разработала такую вакцину, оказалось, что после вакцинации развиваются симптомы, похожие на вторичные. После вакцинации при встрече с вирусом развивается очень острая реакция. Хотя, казалось бы, должно бы быть наоборот. Точный механизм не очевиден, но самой разумной гипотезой, которая существует на сегодняшний день, является гипотеза антитела зависимого усиления инфекции. В чем тут идея? Идея в том, что, смотрите, помните, мы говорили, что у нас антитела, да, они очень хорошо соответствуют вирусу, и когда они им хорошо соответствуют, так называемые блокирующие антитела, нейтрализующие антитела, они полностью вирус облепляют, не дают ему проникнуть в клетку и так далее. Но это хорошо работает, когда вирус у нас один и тот же. А если у нас первичную иммунную реакцию вызвал один сиротип вируса, а потом вторично организм встретился со вторым, с другим сиротипом вируса, то те же самые антитела, они будут связывать его, но уже не так хорошо. Они будут уже не оптимальными, а так называемыми субоптимальными или ненейтрализующими антителами. И вот оказывается, что когда антитело хорошо подогнано к вирусу, оно его нейтрализует, и иммунная система такой вирус убивает. А когда антитело прилипает, ну, недостаточно хорошо, вот такая система, наоборот, облегчает проникновение вируса в клетки. То есть такой вирус связывается с ФС-рецепторами и использует их как якорь для того, чтобы проникнуть внутрь клетки. И это приходит к усилению инфекции. И, видимо, в случае Денге это именно эта причина, потому что там существует сразу несколько, пять сиротипов вируса. При этом еще один и тот же комар может переносить несколько сиротипов. В общем, все есть условия для антителозависимого усиления инфекции. И когда речь шла о ковиде, тоже высказывались предположения, что этот механизм может быть, тоже может играть какую-то роль в развитии ковидной инфекции. Ну, вроде бы нет. Или если оно, скажем так, если там есть антителозависимое усиление инфекции, то уж точно не в таком количестве, как в Денге. Ну, боязнь была связана с чем? Речь шла о том, что вот мы сейчас сделаем, как, господи, вакцину, да? А вирус-то не стоит на месте, он же промутирует, он же чуть-чуть изменится. Ну, собственно, мы знаем, что вирус непрерывно менялся. Может, кто-то еще помнит. Был там вирус Дельта, был вирус Омикрон и так далее, и так далее. И было еще куча более мелких подтипов, которые никто не определял. То есть, а вот вирус чуть-чуть изменится, а вакцина старая, и, может быть, те антитела, которые мы выработали, может быть, они не будут такие уж хорошие, будет усиление инфекции вместо защиты. Ну, вроде бы до такого дела не дошло. Вроде бы вирус ковида хоть эволюционировал, но антитела, которые вызывали вакцины, по-прежнему оставались нейтрализующими. Но гипотеза, это я помню, уже обсуждалась в профессиональном сообществе. И, наконец, третий пример интересного взаимодействия иммунной системы с вирусом – это корь. Вот. Корь сейчас уже встречается редко относительно к инфекции, потому что от нее давно разработана прививка. Но, тем не менее, все равно есть сообщества, где прививаются меньше и так далее. Но еще, когда коря оставалась болеть, было сделано наблюдение, что у людей, переболевших корью, резко увеличиваются шансы умереть в следующие несколько лет от любых других инфекций. То есть люди, переболевшие корью, начинали болеть всем, чем попало. В том числе они начинали болеть теми детскими болезнями, которым у них, по идее, уже должен был быть иммунитет. Было непонятно, что вызывает подобное явление. Но, судя по всему, оно связано с таким эффектом, что при этом кровь вызывала сильнейший иммунитет. Человек, переболевший корью, как правило, приобретает пожизненный иммунитет. Поэтому, пока корь ходила по популяции, это, как правило, была детская болезнь. Ну и, в принципе, дети болеют корью достаточно легко. Ну, тоже не всегда. Но очень опасна кровь, корь, для непривитых взрослых. У взрослых она протекает очень тяжело и с высоким риском смертельных случаев. И при этом это очень заразное заболевание. Видите, у него R12-18. То есть у ковида R, по-моему, был меньше 2. И то это было нехорошо. А 12 значит, что один заболевший человек в среднем заражает 12-18 человек вокруг себя. Так вот, с чем же связано такое явление, которое называли иммунной амнезией? Когда стали уже более подробно изучать жизненный цикл вируса коря, то оказалось, что этот вирус поражает кожу, вызывая сыпь, такой характерный призрак коря, поражает дыхательные органы, но также проникает в организм и поражает клетки иммунной системы. В том числе и клетки памяти, про которые мы говорили. И такие клетки памяти, внутри которых находится вирус коря, здоровые клетки иммунной системы, естественно, начинают уничтожать. Поэтому к моменту, когда человек от кори выздоравливает, у него из всех клеток памяти остаются только клетки памяти к самой кори. То есть у него из всего его разнообразного адаптивного иммунитета остается только иммунитет кори. А все остальные, ну или, по крайней мере, значительная часть других клеток памяти оказывается уничтожена. И потом человеку требуется несколько лет, чтобы восстановить свой адаптивный иммунитет. Зачастую требуются повторные прививки против инфекции, потому что организм снова становится таким иммунонаивным, как в детстве. И каждую инфекцию встречает, как в первый раз. Вот тоже такой интересный пример взаимодействия вирусов с иммунной системой, приводящий к неожиданным долговременным последствиям. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю лекцию. А в следующий раз мы с вами поговорим об особенностях мужского и женского иммунитета и о том, как половые гормоны влияют на иммунную систему и как изменения в уровне половых гормонов, связанные с одной стороны с подростковым периодом, когда ребенок превращается в мужчину или в женщину, а с другой стороны с периодом менопаузы, когда женщина утрачивает репродуктивные способности и у нее в организме резко снижается уровень половых гормонов, как все эти гормональные пертурбации влияют на состояние нашего иммунитета. И что с этим можно делать? Спасибо за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы, я буду рада на них ответить. Такой вопрос. Можно ли спрогнозировать такие вирусные эпидемии типа ковида в будущем? Или их невозможно спрогнозировать? Ну, как сказать? Можно спрогнозировать, что если они будут, то они, скорее всего, придут опять из Китая. Почему? То есть, собственно говоря, потому что там все еще... Ну, из дико-восточной Азии, давайте так шире, потому что там все еще... Потому что это все вирусы, которые к нам перескакивают из дикой природы. В большинстве, так сказать, стран Европы, Америки, человек очень мало соприкасается с дикой природой, к счастью для себя. Ну, то есть, за исключением круга какого-то очень узкого круга охотников, там, я не знаю, егерей и так далее, почти никто не соприкасается с дикими животными. А в Юго-Восточной Азии до сих пор очень много диких животных пищу употребляют, ловят, разводят. И вообще люди живут в таком более тесном контакте и с домашними животными тоже кое-где и так далее. То есть, для того, чтобы у нас перескочил вирус, у нас должен быть какой-то близкий вид животных и должны быть люди, которые с ним часто соприкасаются. Поэтому все эпидемии... Ну и плюс должны быть какие-то определенные еще условия, теплота, влажность и так далее, которые, в принципе, делают Азию таким, скажем, хорошим инкубатором для всех инфекций. Собственно говоря, все инфекции, которые у нас приходили, начиная с чумы, они приходили... Ну, чума это не вирус, но... Нет, подожди, вирус. Вот. Так, или бактерия. Нет, чума все-таки бактерия. Вот. Но они все приходили... Чума, холера, оно все приходило из Азии более или менее. Так, может, человек, изучая эти коронавирусы в лаборатории, в частности, в Ухане, способствует тому, что этот вирус быстрее эволюционировал и адаптировался для подчеловека? Может. Это да. То есть я не очень верю в то, что это... Ну, как это обсуждается, что искусственно синтезированный вирус, ну, просто потому что... Не знаю. Ну, а случайную утечку... Ну, случайную утечку и так далее я никогда не исключала и не могу исключать. Это сколько угодно. Ух. Да. 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 БСЕГЛИЙ. Ну, что ты уже говоришь, у меня вручается , что он основал